Всем привет! Всем добрый вечер! Вот так мы будем сегодня праздновать Эрик на день рождения. Девочки съездили в город, привезли. Чего они там шепчутся? Не слышишь? Как это ресторан называется? Это японский? Мне кажется, ты как-то говорила, что это японский. Все, садитесь, приятного аппетита! Всем привет, всем доброе утро! У нас сегодня, посмотрите, какой день чудес! У нас 8 часов утра. Вчера мы освободили с детьми место. Володя вчера долго работал. Для нашей новой, ну не для террасы, для того, чтобы работники работали и им ничего не мешало. Сейчас Бруно выглядывал. Думаю, интересно, выйдет он на улицу или не выйдет? Нет. Кстати, кто спрашивал, гуляют ли наши коты на улице? Нет, они на улице не гуляют. Они только наблюдают за птичками в окошко. Ну и иногда с коти играет. Бруно молча сидит так и наблюдает, а с коти, ну, прыгает так на окно и играет. В общем, что я делаю? Я вытерла стол. Сейчас пойду насухо вытру еще. Ночью у нас прошел, видно, небольшой дождь и, ну, стол весь был мокрый, хотя я вчера все подготовила, все вытирала. Ну, здесь поставлю воду. Что еще? Ну, кофе потом в течение дня. Короче, с пирогом они пролетели. Они же должны были вчера приехать, но так как они не приехали, пирог же не будет. Три дня стоять и сохнуть. Поэтому пирог уже начали есть ночью, и он еще есть. Володя сказал, что на работу возьмет. Ему так понравился пирог. Сказал, прям очень-очень вкусный. Даже не посмотрела, взял ли Володю на работу пирог или нет. Он сегодня тоже работает. Вот поэтому я их встречу, а потом поеду... Смотрите, как глаза светят. Прям замечательно. А потом поеду в магазин, ну, куда-нибудь в Бекера или в Лидоли где-нибудь, куплю что-нибудь к чаю, ну, какие-нибудь крусаны или булочки. Ну, в общем, посмотрю, что куплю. Кофе потом сделаю, воду поставлю. Ну, и в принципе, и в принципе все. Пусть потом работают. Надеюсь, проблем у нас не будет так, как с кухней. Кстати, как и сказала насчет кухни, поеду на следующей неделе уже съезжу в магазин. Дам о себе знать, скажу, а не забыли ли вы про меня? Слышите, как птицы поют? Не, у нас правда знаете сколько? 25 минут девятого. Солнце уже светит вовсю. Ну, я говорю, сегодня должен быть у нас, по идее, самый теплый день за последнее время. Сейчас пойду проверю, не едят ли слизняки мои цветы, если что, их уберу. Мне сказали купить, ну, специальную, ну, отраву, короче, для этих слизняков. Я в том году не покупала, я в том году что-то покупала, нужно мне посмотреть. Но в том году у меня не было слизняков, вообще не было ничего, у меня не было поета. Я специально каждое утро ходила и проверяла свои цветы. Меня не было такого. Вчера увидела, аж сама испугалась. Думаю, ну, надо же, зараза, зараза, какие, жрут мои цветы. Красиво. Хоть еще немного чего-то цветет, но красиво. Скоро вот клематик уже цветет, потом роза вон-то, вон, как она называлась, то не помню. Как-то она у меня называлась красиво. Надо посмотреть, есть ли у меня там бумажка осталась или не осталась. Я обычно вот эти бумажки не выбрасываю, а специально оставляю, чтобы потом название знать. Тюльпаны красивые. Вчера, между прочим, была тоже погода получше. И тюльпаны, новые тюльпаны распустили. Сейчас вам покажу. Был только вот этот. И белые были. А вот эти вот все, вот этот вот красцвел. Вчера прям хорошо так открывался. И желтый, и вот какой-то с розовыми. Такое впечатление, что он будет какой-то махровый. Девочки, я же покупала такие ярко-розовые тюльпаны. Где они у меня? Может быть, вот это вот выглядывает. Не знаю. Надеюсь. Бруно сидит. Бруник. Ты хочешь воздухом свежим подышать? А? Бруно? Ну, и что? Хорошо дышится? Хорошо тебе дышится? О, как самолет полетел. Хорошо тебе дышится? Приготовила себе жилетку. Думала, на улице может быть холодно будет. Все, пошел домой. А нет, на улице хорошо. Как и сказала, поеду в магазин. Немножко закуплюсь. Наверное, куплю все для окрошки. Окрошку хочу. На Пасху же не сделала окрошку. Мы так много не едим. У нас окрошка, в принципе, как самостоятельное блюдо. В принципе, для окрошки больше ничего не надо. Такая терраса теперь большая. Ничего нет. Ничто не стоит. Прямо свободно ходи. Не спотыкайся. Кстати, собаки сегодня были такие в шоке. В легком шоке. Скажешь, что они там понавелы? Что они весь двор заставили? Гулять не где. Вот с утра погуляли уже. Собачками. Ладно, пойду завтракать. Я еще сама не завтракала. Что пойду позавтракать. Что? Где Соня? Где Соня? Соня? Кажется, колебала. Спим спокойно. Спим, никого не трогаем. Да? А ты нас разбудила со своими съемками, да? Да, Соня? Ладно, спите давайте. Я пошла кофе сидеть. Залази обратно. Что? Не хочешь? Ну, залази. Залезешь обратно? Давай, прячься. Пшик. Нет? Не хочешь? Укрытой быть. Ладно. Лежи тогда так. Ну, все, видите? Наши работники приехали. Устанавливают террасу. Ну, в общем, все. Договорили, обговорили. Я сделала кофе. Поставила пока печеньки, воду. Ну, так. Чтобы они немножко перекусили, набрали сил. Ну, они уже все разгрузили. Уже даже начали работать. А я сейчас поеду в магазин, немножко закуплюсь. И что еще? Ну, и какие-нибудь булочки куплю. Потому что пирог съели. Володя пирог. Оставшийся пирог забрал на работу. И сказал, Таня, такой вкусный пирог. Делай еще. Я говорю, ну, будем делать, раз понравился. Все, поехали. Хотя, знаете, я так и не поняла. Я так и не поняла, что же там в этом пироге. Ну, пошло что-то не так. По идее, когда Карина делала, она сказала, что... Она сказала, что у нее прям реальный пудинг получился. То ли она варила потом дольше. Я говорю, ну, вон, иди и почитай. Она говорит, я уже почитала в этом приложении про этот пирог. Она говорит, я, в принципе, тоже так делала. Но у меня, говорит, пудинг получился. Я говорю, я не знаю. Кто где что сделал не так. Но за две минуты пудинг у меня реально не сварился. И по времени то, что указано в программе за две минуты, у меня получилась очень жидкая масса, да, не сварился. Ну, вы видели. И что еще хотела сказать? И он за 40 минут не испечется. И хотя вот эти вот кусочки теста, которые я бросала, да, они, по идее, должны сверху как штройзель быть. Они у меня просто утонули. Все равно где-то ошибка. То ли... Я уже на тот момент и поняла, что что-то не то. Поэтому еще раз перелистала всю программу. Думаю, может быть, я где-то что-то, ну, пропустила какой-то этап. Нет, ничего не пропустила. По программе уже 50 раз сама посмотрела. Потому что мне само интересно. Но у Карины была совсем другая, совсем другой пирог. Я, правда, фотографию не сделала и не снимала, когда она его принесла. Ну, понимаете, они не всегда любят их, когда их снимают. В общем, надо у Карины спросить, может быть, она делала фотографию. Может, у нее есть фотографии. Я вам потом покажу. Но если у нее есть фотографии, я вам вот здесь потом ее покажу. Спрошу у нее. Так. Ну, все. Я думаю, что в конце этого видео, ну, вы должны уже увидеть нашу новую террасу. Ну, не террасу, а навес над террасой. Вот так будет правильно сказать. Вот так все. Едем закупаться. Еще знаете, что хотела спросить? Девочки, те, которые из Казахстана. Вот особенно те, которые из Джамбула. Как мы называли вот эти вот нектарин, которые я в прошлый раз купила? Я сказала нектарин, мне поправили в комментариях, что... Ой, я сказала персики, а меня поправили в комментариях, сказали, это не персики, это нектарины. Как мы их называли в Казахстане? Лысые персики, правильно? Лысый персик. Мы его всегда персиком называли. Мне просто интересно ваше мнение, да? Особенно кто из джамбула. Нектаринами мы никогда не называли. У нас на даче росло два сорта персиков. Одни вот эти волосатые. И даже три. Одни были такие, знаете, такие, которые как маленькие такие. Они были зеленоватые. Такие желто-зеленоватые. Но они были ужасно сладкие. Они были сладкие и сочные. Я помню, мы их ведрами собирали. Вот реально ведрами. И вот когда мы их... Сушеные, кстати, персики мы не любили. Ну, а делать нечего было. Персиков у нас было очень-очень много. Поэтому мы очень много сушили. Знаете, как сушили у бабушки? На газеты, на листы раскладывали. Прям у нас были такие большие. Я не знаю, папа их сам делал. Ну, не знаю. Мы туда на газеты их так половинками раскладывали. Все так делали. И вишню, и абрикос, и урюк. Но у нас было больше урюка, чем абрикоса. Раньше даже в Казахстане вот этот вот урюк, дичку, который был с горькой косточкой, его даже не собирали. У нас был со сладкой косточкой, он был намного вкуснее. И мы ели только его. Даже вот когда детьми... Ну, у нас огромнейший выбор был. Всякой разной вкуснятины. И когда вот сидишь вот эти, на эти половинки разламываешь, ну, когда косточку выламываешь, прям так берешь персик, девочки, кто так тоже ел, так берешь, косточку выкину, и вот так раз его в рот, и у тебя здесь одна шкурка осталась. И выбрасываешь раз, и одна шкурка осталась, и выбрасываешь. Это вот был такой у нас персик. Его было море. И еще был такой, который покрупнее, такой, с красным бочком. Тот был такой элитный, прям он был желтенький, с красным бочком, и он такой был более крупный. Был очень-очень вкусный. И были у нас одно дерево, у нас было на даче такого лысого персика, но он у нас как-то... То ли он еще был молодой, как-то мало... Ну, мало фруктов он давал, мало персиков там было. Ну, в общем, как-то так. Отвечайте в комментариях, как вы называли такой персик, который нектарин. Так, все, сейчас посмотрю, что там по приложению есть интересного, и пойду закупаться. Девочки, хотела же окрошку сделать, редиски нет. Не знаю ли я ее не вижу, но реально ее нет в магазине. Другой магазин не опыта мне ехать. Ну, ладно. Может быть, заеду, может быть, нет. Значит, придумаю что-нибудь другое. Окрошка, значит, будет в следующий раз. Ну, странно, нет редиски. Очень жарко. Я сегодня одела жилетку, но прям совсем не нужно было ее одевать. Ну, ладно, я же уже сейчас до дома. Нет, я еще заеду в Риве. Я все-таки хочу окрошку, посмотрю. Редиску в Риве. Редиску в Риве. Ну, как всегда. Вот так мы и пьем. Одному кофе такой, другому кофе такой. Так, что еще? Ну, обыкновенные булочки. Голубику и клубнику. Яблоки. Колбасу с салями и такую простую. Знаете, Володя уже тоже перестал есть колбасу. Он символически, знаете, практически, в общем, практически ее не ест. Не знаю, не знаю, с чем он теперь будет делать бутерброды себе на работу. Ну, тоже уже не хочет ее есть. Колбасу. Ну, а я колбасу и Сабрина тоже не едет. Черные помидоры, черные, зеленые. В общем, это сейчас самые вкусные помидоры на сегодняшний день. Такую колбаску взяла. Но это на окрошку. Еще кефир. Так, масло вот такое. Ну, масло. На бутерброды хорошо намазывается. Сейчас в ангиботе я взяла Сабрина его есть. Еще одни помидорки. В общем, сегодня они у нас ойра 99 стоят. Такие помидорки взяла. У меня баклажаны дома есть. Хочу просто как овощи потушить. Это у меня сегодня в подарок. Бесплатно. И это у меня вода. Сегодня тоже бесплатно в подарок. Специально взяла с газами, потому что я окрошку развожу минеральной водой, которая газированная и мороженая. Она для детей. Так. Ну все. Поеду сейчас в древе за редисточкой съезжу и все. И домой. Посмотрю, на каком там уровне находится моя терраса. Если кому интересно, эту фирму я нашла в инстаграм. Просто написала. И тот, кто мне первый ответил, ну, мне потом очень многие отвечали. В общем, я несколько, нескольким фирмам писала насчет террасы на тот момент. Но мне первые ответили они. А у меня такой принцип. Кто мне первый отвечает? Ну, если меня все устраивает, я, конечно, сравнила цены. Я поэтому и написала в несколько мест, чтобы сравнить цены. Меня их цена устроила больше всего. В общем, кому интересно, потом могу вам оставить их координаты. Кстати, мы случайно выяснили, совсем случайно, что мы разговариваем на русском языке. А, короче, они тоже разговаривают на русском языке. Это, знаете, когда я выяснила, когда к нам приходили террасу замерять. Мужчина пришел. Мы с ним разговаривали по-немецки. Но я уже сразу тоже поняла, что чувствуется такой акцент небольшой. И только этот мужчина уехал. И с тем мужчиной, с которым я вела переписку в инстаграм, он мне сразу начал писать по-русски. Я думаю, ну вот, надо же, так получилось. Но эти парни тоже разговаривают на русском языке. Но я не знаю, кто они. Мне кажется, они не русские. Мне кажется, они, может быть, поляки. В общем, я не знаю, честно. Но мне это не главное. Мне главное результат. Хотела посмотреть, могу ли я здесь в Реве пешком пройти. Думаю, может быть, где-нибудь там есть такая лазейка. Потому что она правда неудобна. Сделали бы такую лестницу небольшую, чтобы вот машины туда-сюда не гонять. А нету, приходится объезжать. Ой, сейчас я уже все, я сейчас уже переоденусь. Я уже не могу, у нас такая жара сегодня. Ой, девочки, так хорошо. Я прямо уже нарадоваться не могу. Как говорится, жаркостей не ломит. Для меня лучше пусть будет жарко, чем холодно. Вообще не люблю холод. Но и когда сильно жарко, ну вот в доме, например, в спальне, как я уже говорила. В спальне, например, чтобы у меня было жарко. Нет, никогда. Я говорю, вот сколько лет уже в доме живем? 18. И выяснилось... Ну как, не то, что выяснилось. Просто меня в прошлый раз поправили в комментариях, что мы 18 лет живем вдоль, а не 19. И мы еще ни разу не включали отопление. Блин, я тут уже не могу проезжать. Цветы же стоят. Такие композиции красивые. Но эти композиции покупать, они, знаете, рук цук и завянут. И все, и ничего потом от этого не останется. Одни луковицы. В общем, мы ни разу еще отопление не включали. Так, кто-то мне пишет, нужно будет мне посмотреть. А то вдруг я тут катаюсь, а я там где-нибудь нужна. Так. Не знаю, так в часах не вижу, кто мне пишет. Потому что много сообщений пришло. Ой, что-то у меня так плохо было. Ну ладно, теперь уже как было. Сейчас посмотрю. Ой, девочки, вы не представляете, как здесь пахнет. Посмотрите, какие цветы. Что здесь со скидкой? А, примола. Примола я так не очень. Думаю, ну вот хоть что-нибудь было бы прилично. За одну ойру, чтобы не так сильно дорого заплатить. Нет, все, пойдемте. Как пахнут вот эти гиацинты. Это просто жесть. Отсюда прям можно не уходить. И здесь так пчелки хорошо летают. Все, пойдемте. Ничего не покупаем. Купила редиску. И редисочка такая прям хорошая, крупная. Знаете, иногда бывает прям такая мелкая-мелкая. А это прям... хорошее. Хорошая. Но я один пучок взяла, потому что нам хватит. И сразу взяла вот этот вот уксус. Я очень много салатов делаю, когда вот этот уксус добавляю. Все, девочки, теперь домой переодеваемся. Жарко, ставим картошку варить. Яйца вареные есть. Спаски остались. И будем делать окрошку. Куда я иду? За своим свежим лучком для окрошки. Укропчик у меня, правда, замороженный. Я, наверное, просто перья срежу. И остальное оставлю дальше расти. Я так думаю. Ну все. Вот так, думаю, мне хватит лучка. И думаю, что этот начнет дальше расти. Кстати, нужно будет сегодня полить. Потому что сегодня прям реально жарко. Девочки, окрошка готова. Я здесь немножко момент урвала, пока тихо на улице. А то они там сверлят, пилят. И все такое громко получается. Но сегодня будет такой влог. Окрошка все как всегда. Все, что нужно в окрошку. Колбаса, яйца, лук. Что там еще? Колбаса, яйца, лук, картошка. И огурец все. Укроп и зеленый лук. Три баночки кефира. И не держится. И разбавила. Одну баночку сметаны положила и разбавила все минеральной водой, которая с газами. Все. И окрошечка готова. Все. Каринка пошла к подружке с детьми. Потому что сейчас тут все лежит во дворе. Но на обед они придут. Я надеюсь. Ну, может быть, к вечеру придут. Не знаю. Как нагуляются. На фотографии я ей сейчас уже пошлю. Может, быстрее привернуться назад домой. Вот так у нас сейчас пока выглядит здесь на улице. Но пока никого нет. Я вам тут немножко сняла. Смотрите, как уже выглядит. Уже немножко побольше видно. Мы гуляем перед обедом. Ну, у нас уже такой поздний обед получается. По идее, мы всегда намного раньше обедаем. А у нас время уже второй час. Смотрите, какая полянка. Сколько маргариток. Красота. Вообще весна красивое время года. Еще и трава сочная. Не сгорела от жары. И собакам нравится гулять. Соня у нас вообще любит по траве гулять. А Жорик нет. Жорка у нас траву не любит. Ну, во дворе он бегает по-любому. У нас там трава-то Володя подстребет уже скоро. Уже подросла. А так на улице, если Соня на траву уйдет, то Жорка постоянно назад тянет. Сезон мотоциклистов открыт. Третье, сколько пчел. Так, друзья мои хорошие. Господи, Жорик, уходи. Нет, мы здесь не будем ничего делать. У тебя еще кто-нибудь укусит пчела какая-нибудь. Жорик, да ты посмотри, что же. Я хочу пчелок снять. Смотрите, сколько их. Что они сюда налетели? Что, сейчас Соня опять до меня докопается. Что же они сюда прилетели? Что здесь такого сладкого? Может быть, кто-нибудь какой-нибудь сок вылил? Все, Жорочка, пойдем. Нет, мы тут не будем ничего делать. Мы идем дальше. Гуляем. И наслаждаемся нашей красотой. Как красиво. Не, не то, что красиво. Замечательно. Сегодня прям замечательно. Ну, пару дней будет такая погода, потом опять испортится. Я не знаю, когда она уже наладится. Кто у нас руководит погодой? Не знаю. Ну, хоть на выходные нам дают понаслаждаться. Уже вторые выходные у нас хорошая погода. Правда, Жорочка? Вот какая. Ой, сегодня замечательно. Смотрите, какое небо. Правда, ветерок, но он в принципе не мешает. Не, он мешает вам только на камеру. А мне в принципе не мешает. В общем, я не знаю, будем им еще очень долго работать. Вы заметили, да? Там еще работаем. Непокрытый край. Наверное, на сегодня буду с вами прощаться. Террасу вы увидите уже, я так надеюсь, завтра. Потому что я думаю, что они сегодня поздно. Наверное, после пяти закончат. Я не успею потом вовремя смонтировать блок. Так что всем пока-пока и до завтра, мои хорошие.